Всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео мы обсудим прошедший Xbox Insight. Сразу хотел бы вас поблагодарить за стрим, было нереально круто и если что нас смотрело стабильно 1300 человек, что в принципе рекорд для моего канала в трансляциях. Спасибо каждому из вас. В этот раз я поделюсь с вами переосмысленным и более объективным мнением, а также расскажу интересные подробности некоторых игр, которые будут консольными и эксклюзивами, ну а также расскажу о сложившейся ситуации вокруг этого шоу. Да, на стриме мы уже об этом высказывались, но тогда мы из-за болтовни упустили много важного, да и были слегка под впечатлением из-за незнания о некоторых играх. Начнем пожалуй с самого начала. Если что, вчера прошел Xbox Insight, в котором нам обещали показать первый взгляд на геймплей с Xbox Series X. На мой взгляд в целом прошло все неплохо, поскольку нам где-то полчаса крутили трейлер без остановки и показали около 13 проектов. И порадовало меня в этом то, что не было каких-то пиксельных 2D проектов, которые могли бы испортить все впечатление от первого показа Next-Gen игр. Да, были инди, но инди были сделаны так, что на первый взгляд даже и не скажут, что это инди. Но несмотря на это, в этом шоу, к сожалению, была проблема и касается она завышенного ожидания. Тут на самом деле вина и команды Xbox, поскольку слово геймплей, которое они выдвигали на первое место этого шоу, не подразумевало собой геймплейные трейлеры. И если же смотреть объективно, геймплея нам не показали, а показали лишь его кусочки в трейлерах. Также тут вина и самих пользователей, которые на инсайде ждали Forza Horizon 5, GTA 6, ну короче, навыдумывали себе всякого и не получили. Но больше всего многим, все-таки скорее всего, было обидно из-за отсутствия полноценного геймплея, которого много кто ждал. Ранее новости были склонны к тому, что должны будут показать как минимум геймплей нового Ассасина. Но перед трансляцией они все же уточнили, что полноценного геймплея мы не увидим даже в том же Ассасине. Короче, если на ситуацию смотреть по факту, мы получили немного не то, что нам обещали. И количество лайков и дизлайков на это намекают. Но пофиг с ними, давайте перейдем к интересным подробностям. Повторяю, что нам показали достаточно проектов, но к сожалению, о некоторых из них было известно до самого шоу. К примеру, игра Bright Memory Infinite, которая по первому взгляду мне капец как напомнила Titanfall. Если что, трейлер игры был в самом начале трансляции. Про эту игру, если честно, я не слышал вообще. И после показа ее на шоу, я офигел, поскольку игра выглядит реально по-нексгеновски. Но после трансляции, да и на самой трансляции, ребята сказали, что игруха далеко не новая. И тот же геймплей был показан уже давно, еще в прошлом году. А сам трейлер на шоу, это походу лишь некий анонс на Xbox Series X. Кстати, по новостям, эту игру изначально делал всего лишь один человек в свободное время. И как по мне, это очень круто. Показали Dirt 5. По нему, нексген визуально не особо виден, но игра будет идти в 4К и 120 фпс. Да как, в принципе, и большинство показанных игр. Кстати, о показателях. Если что, 4К и 60 фпс в играх, это будет стандарт для новых консолей нового поколения. На которые и будут ориентироваться все разработчики. Это на самом деле не может не радовать, и мы, к счастью, избегаем проблемы, которая была в восьмом поколении консолей. А именно, проблема с лесенками и фрезами меньше 30 кадров. В новом поколении в этом плане должно быть все огонь. Также у Dirt 5, по информации, мне понравилась особенность плитскрина, которая позволяет на одной консоли играть четвером. Как по мне, это крутяк и действительно крутая фича использования мощи новых консолей. Кстати, практически все показанные игры войдут в программу Smart Delivery. Напоминаю, что за счет нее вы сможете купить один раз игру и получить ее как для нового, так и для старого поколения консолей. Как по мне, это крутое позиционирование и крутой ход, поскольку он напрочь убирает надобность покупать одну и ту же игру два раза. Как это было на Xbox 360 и на Xbox One. К примеру, тот же Titanfall. Первая часть вышла и на Xbox 360 и на Xbox One. И тем, кто хотел играть еще и на Next Gen, но купил версию для Xbox 360, приходилось второй раз покупать эту игру. В этом же случае вы покупаете всего лишь один раз игру и получаете ее и на восьмое поколение, то есть на Xbox One, и на девятое поколение консолей, а именно на Xbox Series X. На шоу был еще анонс NFL 21, игра про американский футбол, но она не войдет в эту программу. Электроники придумали взамен Smart Delivery свою фишку, которая позволит обновить также старую версию игры на новую путем ограниченного срока. То тоже, в принципе, неплохо. Также во всех показанных играх, которые выйдут и на старые, и на новые поколения, а таких тут большинство, на дисковых копиях и в трейлерах теперь будут иметь вот такой вот значок, который будет свидетельствовать о том, что игра будет оптимизирована под Xbox Series X. Также стал известен очень важный момент, который, кстати, не был озвучен на самом шоу. И мне кажется, это сделали специально, чтобы не вызвать мгновенное негодование. Если что, на инсайде было показано три трейлера игр, которые выйдут только для нового поколения консолей. Что, собственно, официально подтверждает мои догадки о том, что Xbox One X остается в старом поколении вместе с FAT и ES, несмотря на свою мощь. Но об этом подробнее я расскажу в следующем видео. Три игры, которые выйдут только на новое поколение консолей и на ПК, стали Scorn, понравившаяся многим Medium и та инди-игра, похожая на Titanfall. К сожалению, геймплей двух новых игр пока не показали и пока сложно сказать, что и как в них будет. Но проекты, если честно, выглядят интригующе и интересно. В общем, плюсаните в комментарии, если вас тоже заинтересовали эти проекты. Будем ждать от них новых подробностей. Помимо этого, были показаны еще проекты. Якудза. Очень похожа по визуалу на море воров игра. Call of the Sea. Scarlet Nexus. И остальные. Но лично меня из всех них зацепил проект, который капец как похожий на турок. Игра является кооперативным шутером на троих, где нужно будет отбиваться от динозавров. Выглядит она неплохо, но посмотрим, как будет играться. Также под впечатлением я остался от трейлера нового Ассасина. Вот знаете, юбики могут все-таки разрекламировать игру. Трейлер вышел хоть и короткий, но как по мне, насыщенный, красивый и с очень круто подобранным музоном. Настоятельно рекомендую посмотреть этот трейлер, если вы его вдруг не смотрели. Итак, что мы имеем с Xbox Insight? Сейчас я выделю проекты, которые будут являться консольными эксклюзивами Xbox. То есть эти игры выйдут на Xbox One, на Xbox Series X и на ПК, но не выйдут на PlayStation. Вот эти проекты. А вот эти проекты выйдут исключительно для нового поколения, а именно для консолей Xbox Series X. И также будут являться консольными эксклюзивами, но возможно временными. Многие могут сказать, а как же Xbox One, что за фигня, но об этом, повторяясь, мы поговорим в одном из следующих видео. Если говорить в целом о презентации, я в ней не разочаровался и в то же время не получил какого-то мега вау-эффекта. Но поскольку заранее я не накручивал себя какими-то мега ожиданиями. Я на самом деле уже с опытом просмотра таких шоу начал придерживаться такой позиции. Все, что обещают, смело дели на два и просто смотри по факту, ничего себе не выдумывай. Это, признаться, работает и в целом после просмотра ты остаешься в нормальном настроении. Единственное, немножко обидно за то, что мы все-таки не увидели полноценного геймплея ни одного из проектов. А увидели лишь трейлеры, которые могут показать чуть лучше игру, чем она будет выглядеть по факту. Но несмотря на это, даже по маленьким кусочкам геймплея можно сделать вывод, что NextGen, видимо, будет заключаться по большему счету в разрешении, в повышенном фреймрейте до 120 фпс и в заметных бликах, отражениях и прорисовке света. Лично мне последние отличия понравились. Смотрятся они клево и реально за счет них придается некий NextGen. Но опять же, несмотря на это, в любом случае все будет зависеть от самих проектов, а также от рук разработчиков. Даже несмотря на то, что стандарт разрешения нового поколения 4К, если вы были очень внимательны к этой таблице, вы могли заметить, что несколько показанных проектов все же не будут иметь это разрешение, что в принципе немножко странно. Но думаю, что это как-то объяснят чуть позже. Насчет игр от Xbox Game Studio, новые консоли и так далее. По нынешней информации, глобальное шоу пройдет в июле, где нам и должны будут показать все игры от внутренних студий. Вот именно это шоу нужно будет ждать больше всего, поскольку это будет некий аналог того, что нам должны были показать на E3 2020. Именно в июле намного больше шансов, что покажут геймплей нового Halo, покажут полноценный геймплей других проектов, там заносят Forza 5 и возможно анонсируют цену и дату выхода Xbox Series X. Короче, июль обещает быть жарким по всем критериям. Обязательно в комментариях напишите, как вам шоу, понравилось вам или нет, что вы от него ждали, что получили. И если исходить из стрима, то многие нормально отнеслись к презентации и не остались расстроены. Но теперь же мы посмотрим на ситуацию после трансляции в комментариях под этим видео. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте, где вы найдете все актуальные новости касаемо игр и консолей Xbox Series X. В общем, на этом все. Такое вот мнение. Надеюсь, я рассказал вам о всех интересностях данного шоу. Если вдруг я что-то забыл, то напишите об этом в комментариях. И если вам понравился видосик, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео о дальнейшей судьбе Xbox One X. И да, если вы вдруг еще не в курсе, то это официальный загрузочный экран нового Xbox Series X. Все, теперь на этом точно все. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok